всем привет друзья рено дастер 2.0 коробка автомат для тех у кого подобное случится я в интернете ковырялся ни хрена не нашел только по механике значит заглядываем под низ и видим вот такие вот капли висят этот декстрон красненького цвета сейчас у него перчатку покажу вот постараюсь видео сделать недолгим со всеми вытекающими вот эти капельки с этой стороны снимаем защиту открываем смотрим итак сняли защиту что мы видим мы видим капли на коробке и видим с этой стороны капли и видим что у нас наша внутренняя граната вся в каплях вот защита в общем дело беда ищем откуда точнее я уже нашел откуда это вот под внутренней гранаты там стоит сальник значит течь из-под сальника сальник я купил пошел теперь снимаем колесо и надо будет снять нам гранату для замены сальника короче говоря рано еще снимать колесо сначала прогреваем машину до включения вентилятора и будем сливать масло с коробки ну вы поняли почему потому что снимем сальник оттуда польется жидкость это бред так нельзя будем сливать масло да и кстати вам масло тоже понадобится масло вот такое 4 вот бутылочки эльф масло для коробки оно стоит по 700 рублей за бутылочку так продолжение следует я пока грею друзья машину прогрел значит да еще к слову к делу вам понадобится вот такой вот ключ квадратный на 8 он стоит 150 рублей на авторынке был мною куплен вот пробка от коробки и и откручиваем и сливаем масло внутри будет еще одна пробка я тоже надо будет откручивать поехали вот мы наблюдаем как масло сливается внутреннюю пробку еще не откручиваем цвет ну такой более-менее машина прошла 100000 но не черные не коричневые как это показывается видеороликах так ну вот почти слилось значит этим же ключом теперь откручиваем внутреннюю высокую пробку на друзья я вас обманул втулочка выкручивается шестигранником вот такую приспособу я сделал отверткой шестигранник на 8 друзья показывать не смогу потому что снимаю одной рукой так вот такая вот втулочка у нас выкрутиться должна вот она это и есть наш уровень масла по нему потом будем заливать стекает так друзья дальше мы ставим упоры под колеса задние но это на всякий случай вот такие есть у меня упорчик едва и начинаем откручивать переднее колесо так ну вот там дымкрат стоит такое масло слилось ну такое оно себе непонятно но не коричневое красное такое буренько цветом машины колесо сняли колесо под дымкратили сейчас буду снимать ну что же всем вам любимое и известное vd-40 так побрызгали вот сюда ну и на рычаге я шаровой снимать не хочу съемника у меня нет хрен ее сниму поэтому буду снимать рычаг и снимать вот тут со стойки но кулак сам и так друзья вот что получилось значит снял я снял суппор тормозной штука не порвала надо было снять еще bs сейчас висит на нем ну и выдернул самое главное выдернул наш внутренний шрус и вижу что да действительно там течет сальник сейчас покажу поближе так вот чтоб не висела на проводе abs вот здесь вот еще отсоединяете и он тогда вот смотрите нормально висит не на нем вся эта конструкция так смотрим показывая черт побери у меня внутренне внешне вернее тоже вылез но это все собирается вот таком он состоянии чуть дальше мы его должны будет вытащить отверткой и аккуратно аккуратно впрессовать новый значит по впрессовке новому скажу вот что там две кромки внутренняя и наружная нам нужно его смазать и аккуратно чтоб не порвать туда засунуть поехали друзья если у меня вот такое шило ну она сейчас решит все проблемы с вытаскиванием старого и так друзья значит вот я вытащил сальник значит важная ремарка для тех кто будет ремонтировать вот это место ни в коем случае не чистите не в дешками не тряпками ничем его не протирайте поверьте там грязи нет сальник тек там все в масле если прям вы видите какую-то обильную грязь надо прям хирургическими салфетками это делать и ни в коем случае не прискайте в дешкой подошка попадет вовнутрь потом вам будет буря с коробкой так ну и давайте обзор сальника вот он старый значит что с ним но он задубевший ему хана я его сейчас почищу вот так вот я его достал и так друзья значит вот сальник очистил на этой стороне у него ничего нет так резкость навелась на задней стороне здесь вот можно будет сейчас рассмотреть если наведется резкость конечно не наводится ну в общем то там написано написано его размеры вот сейчас на паузу поставьте и посмотрите значит размеры у него 40 на 54 на 6 и 8 значит вот это самая главная проблема этого сальника что информации об этом нигде нет есть везде информация про про сальники которые про сальники которые бляха муха на механические коробки передач еще раз 40 на 54 на 6 и 8 значит вот такой вот сальник от фиата и вот его размеры видите 40 на 54 на 6 и 8 карте к ну кому надо срисовывайте его данные стоит он там 200 рублей мне эту информацию скажем так удалось найти где-то за неделю поиска в интернете ну и самое что необычное у этого сальника нигде не написано сколько он по размеру внутри то есть только на коробке сальник мягенький хороший итак друзья теперь лайфхак по новому сальнику его надо чуть-чуть чуть-чуть обмануть судьбу потому что делаю запчасти вы понимаете что всегда так чтобы вы покупали впоследствии новые чит вот наш старый старая штучка вот от старого сальника я покажу на ней это наша старая проволочка значит вот здесь вот как раз где замок я ее здесь и согнул но не столь важно что мы делаем мы вот так вот в разные стороны пальцами крутим и вынимаем замок раз он вытащился вот здесь вот мы видим у нас конусная а с другой стороны нет вот это вот которая другой стороны мы берем и укорачиваем на два витка на два виточка ну три взял ну не столь важно оп откусили и обратно вставляем путем прокручивания выкручивания ну вот как видим замок держит вот я растягиваю замок прекрасно держит но сам сам сама окружность пружинки стала меньше таким образом она будет лучше держать возможно износившиеся детали да еще как бы вы не хотели его туда засунуть он туда короче не засовывается поэтому берем из бутылки вырезаем вот такую вот штуку вот так это выглядит сворачиваем ставим сюда ну соответственно потом одеваем на внутреннюю втулку ну а внешнюю пальцами засовываем только пальцами друзья потому что иначе вы его запорите пойдете за таким же вторым а если вы его заказывали долго ждать то и за третьим и за четвертым и за пятым и за десятом значит пальцами и только аж в конце чуть-чуть потом постучим я покажу так друзья вот отсюда видно более-менее значит сальник который новый он уже стоит поверх него сальник старый ну и торчит наши вот это импровизированное из бутылки хернёшка сейчас вот так ну и старым сальником я его туда поставил для того мы сейчас будем по нему чуть-чуть постукивать друзья ну в общем то забивала его с помощью вот такой вот длинненькой штучки прикрутил гаечку наконец вот она вставлял туда и вот таким вот маленьким молоточком забивал все у меня все получилось сейчас покажу результат там на месте и так друзья вот что получилось сейчас резкость там стоит теперь новый сальник теперь это дело можно протереть забивал я вас при помощи вот этого старого сальника вот это вот из-под бутылки штучки вы будете готовы что вам придется неудобно сидеть вообще страдать там довольно длительное время но это того наверно стоит потому что так как меняет сегодня мы из того вы приедете еще через десять тысяч заново менять он сломается там плохо делают от мало осталось из того где боль менее нормально делает ну конечно же я на всех не грешу если вы знаете где делают хорошо и вы готовы за это платить платить их но я считаю лучше сделать самому и четко понимать что у тебя там все хорошо так теперь собираем все в обратном порядке но естественно там сначала протрем и все собираем в обратном порядке как это делать я не буду вам показывать рассказывать кстати внутренняя граната просто высовывается очень легко и просто там нету никакого ступорного кольца вот такая вот фигня поехали итак друзья все собрано не забываем про вот эти вот места ставим все назад прикрутили суппорт видим выработку бешеная но пока финансов финансы нет не до выработки так видим что у нас чуть-чуть домкрат перекосила поэтому и продолжим так ну все тогда спускаем ну как видим опыт не оплашал все стало так теперь будем заливать масло для этого закручиваем а вкручиваем трубку нашу пластмассовую вот эту вот она и закручиваем пробку не сильно а так чтоб придержала итак друзья пробку закрутили без фанатизма вот буквально вот так вот от руки поджали ну и переходим наверх сейчас будем заливать масло пробка наша вверху находится вот под вот этой кулиской но для того чтобы она нам стала доступна надо поставить коробку передач в положение d поставил как видите доступ появился кстати здесь вверху все тот же квадратный ключ подлезть можно будет с помощью вернее дать напряжение с помощью вот такой вот приспособы все она там закручена не сильно плотно ну и откручиваем итак друзья пробку открутили вот она с шайбой такой шайбу можно поменять я ее лично переверну теперь что касается масла нужно залить желательно сколько сколько если здесь 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 у нас вот канистра стоит 10 литровая литра три с половиной четыре но с учетом того что она подтекала я думаю где-то начнем с трех литров ну либо же зальем сейчас 4 литра 4 баночки стоит синенький остальное потом сольем залива заливать буду с помощью такой приспособа значит здесь кусочек ручки которые я откусил металлической шланг вверху вот такой вот кто знает кто узнает что это напишите в комментариях что это я знаю что это но это будет маленький конкурс на бдительность и так вот она встала вставляем ну и соответственно заливаем масло вот так это выглядит туда вон она встала и сюда сейчас будем заливать так закрутили пробку все теперь идем в салон здесь нужно нужно сделать все определенным способом и так ручник можно не снимать значит первое ставим обратно в паркинг второе заводим машину так вот мы завели машину пару минут ждем пока там все прокачает прошло пару минут теперь что делаем обязательно нажимаем на тормоз обязательно и переключаем передачи по чуть-чуть ну вернее не по чуть-чуть а сначала начинаем с нейтральной ждем тоже минуту где-то потом задняя потом д и так где-то по минуте лучше по две я это снимать не буду все понятно и так друзья машину погоняли вентилятор должен сработать у вас и на рабочей машине в режиме паркинг откручиваем пробку и у нас сливается лишнее масло пока она не начнет капать как только начинает капать закручиваем пробку и вуаля на этом все то есть вот сейчас она бежит трубкой как только начинает капать так смотрим сколько уже слилась ну где-то пол литра уже слилась и вот вот смотрите сколько лишнего я туда жарю а я залил 3 400 до момента пока не начинает капать она еще бежит 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 крючка уже маленькая можно готовить пробку слышно как работает вентилятор все вот они пошли капли друзья это сигнал и вот в этот момент мы заворачиваем на батру в этот раз мы ее затягиваем достаточно но не преусердствуем потому что это все таки алюминий так вот такой вот ремонт господа всем спасибо ну соответственно подгон возвращаем вернее вот этот вот отмываем его защиту возвращаем назад всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока кстати о птичках у меня пиналась коробка немножко вот сейчас я переключал с передней на заднюю передачу она перестала пинаться вот такая вот история ну и надеюсь что саник уже не будет меня беспокоить капель там новых не появилась как мы видим да здорово все всем спасибо всем пока удачи до встречи ставьте лайки разгадывайте загадку с резинкой для заливания масла всем пока спасибо